МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снимают потребы в поляпшении жилевых умов, могут отримать льготные будовнейшие кредиты от Беларусьбанка под 11,5% годовых. Спроектировать и запустить властный бизнес станет больше просто. В областном центре сегодня откроется стартап-школа Гомель. Гомель облаутотранс проведет сегодня первый один день пассажира. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня у Гомеля отбудется пленум областного отделения громадского объединения «Беларусский фонд Миру». На им будут разлежены и обмеркованы выники летошней работы, а так само вызначены задачи на 2017 год. Под обязанности глядите в наших наступных выпусках. Спроектировать и запустить властный бизнес станет больше просто. В областном центре сегодня откроется стартап-школа Гомель. Проект будет реализованный на базе Центра бизнес-эдукации Беларусского кандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. По задумке организаторов стартап-школа станет своей особливой контактной пляцовкой. Тут будут сбираться люди, затекавленные в открытии своей справы. Так само в тренингах, майстер-классах и семинарах будут удельничать в опытные бизнесмены и специалисты органов, с якими не порывно связана деятельность кожного предпринимательника. Например, супрацовники податковых инспекций. Работа стартап-школы планируется на протяжении долгого периода времени, но в осенний-весенний период мы непосредственно планируем запускать интенсив, который будет проходить в форме некого подобия образовательных курсов. Потому что все-таки интенсив предполагает практическую ориентацию, нежели просто прослушивание лекций. Вовненская область повеличила колькость экономичных партнеров. В минулом году наш регион гандлевал со 106 украинами света. Экономичные связи установили с 8 новыми державами. В основном это покупники нашей продукции. В 2016 году гомельское молоко начали поставлять в Ливию, сыр – в Объединенные Арабские Эмираты, а цибулю – в Румынию. В целом на долю Гомельской области приходится 12% экспорту Беларуси. Больше за все регион продает Россию. На краину-суседку припадает свыше 40% усяго экспорта. Для пораунания, припад настолько же мы продаем Украины ЕС. У агульном объеме товарообороту Россия займает больше за 60%. Далее успея основных экономичных партнеров – Германия, Украина, Польша и Китай. На эту топ-пятерку приходится больше 80% внешнехандлевого оборота региона. Мобильная группа Гомельского облвыконкама протягивая свою работу, на пяре дни она наведала Ветковский район. А в убаченном и зробленных выводах материал Олега Сентюрова. Акционерное товариство «Ветковский агросервис» было створено на базе некольких предприемств, а тому працуя по разных макерунках – от ремонта сельскохоподачных машин до выросшивания зерня. Сегодня одна из головных задач – подрихтовка техники до полевых работ. Правда, мобильную группу больше цикавить не вытворшее досягнение, а пытание санитарно-бытовых умов и аховы працы. Хоть одразу ознайомиться с зухой отповедной документацией не отремливается, отказная особа в этот час находится в медицинской установе, разом с ключами службового кабинета. Недзепразгаденную документы все-таки знаходятся и оказываются практически в полном парадку. В усилеке мрази сурьезных завах на гэтаконт члены мобильной группы не выказываются, не торопляя никто с работников Ветковского агросервиса и у спецтых, кто знаходится на працанном месте в стане алкогольных опьянением, специалистов под градусом на предприемствах Гомельской области в уголе становится меньше, а лепоколь это еще не ухиагульное правило. Практически в каждом районе имеют место быть случаи, когда на производстве или же на фермах в организации люди бывают в состоянии алкогольного пиения в рабочее время на рабочих местах. Дозы выявляются разные, начиная от 0,45 промилле в крови, до 2 промилле, 3 и до 4 промилле. То есть бывают совершенно разные промилле и разные состояния алкогольного пиения, вплоть до тяжелых. Ферму, якая належит Ветковскому агросервису, мобильная группа, наведывая не вопадкова, у облоконкам поступила информация, что живелы утромлюются тут у бруди. Тето на ферме поспели навести парадок. Тето информация не отповедала рычаисности, а леза уваг у членов областной мобильной группы нема. Агрогородок Неглюбка – один из самых отдаленных населенных пунктов Ветковского района. До райцентра отсюда 45 километров. Нельзя сказать, что районное кераминство тут бывает редко, а вось областная мобильная группа, уапошний раз в этой месте наведывала не дед два года тому. Тады за увагу до размешанного тут акционерного товариства «Дружба» было шмат. За минулый час у господарства изменился не только керамник, пираменные упытания хохова працы бачная от разум. Вытворшие будинки, які знаходилися у аварийном стане, одрамонтовали. Небеспечные в Украстане саморобные обсталевания отправили у металлолом. Члены областной мобильной группы подкресливают. Их головная задача – не покарать, а выявить недохопы и дать парады по ликвидации. На гэтый раз и она выконано. Действительно, когда принял это хозяйство, мы начали здесь наведение аппаратка, культуры производства. Ну и, естественно, в первую очередь, и во главе УЛА поставили вопросы по технике безопасности и охране труда. Апошный объект подчас гэтого рейду мобильной группы гомельского аппарата «Конкама» – молочный комплекс акционерного товариства «Дружба». Жанчены живеловоды без проблем проходят проверку на утромание в организме алкоголю и уключают доильные аппараты. По коль вельмежу высокой, зарплату в этом сегаспортпроизводстве назвать нега, а ли после того, как относительно до своих обовязков у вязковцев почали изменяться, а дисциплина стала больше жёрсткой, можно сподеваться и на больше высокие покажечки. Ну, я не знаю, наверное, уже таких у нас людей не осталось, которые чем-то недовольны. Там бывают рабочие моменты, ну, а в принципе, то нормальные, хорошие люди. Пьянок на работе – это вообще в последнее время редкость. Очень большая. Был у нас один моего, ну, пошёл, как говорится, по своим местах. Ну, а так, вроде нормально. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадо «Компания Гомель», Ветковский район. Протягиваем выпуск «Беларусьбанк» почав выдавать льготные кредиты на будовництво жилья под 11,5% годовых. Термин погашения – 15 годов. Подробязности темы у Марии Неджалы. И льготные кредиты, призначенные для грамадян, якие мают потребу поляпшения жильевых умов, и стоять на ответственном улику. Яны могут различовать на кредитовании не больше, как 75% от кошту жилья, жмодетные семьи не больше, как 90%. Такую программу «Другий год за пар» реализует Беларусьбанк и Белагропрамбанк. Попыт на кредиты значительно превышает пропанову. Это связано с тем, что объем жилья, якое будуется по держзаказе, сокращается. Такие кредиты – своя особливая альтернатива для тех, кто мает право на льготы. Произведено региональное распределение лимита. 50% у нас пойдет для граждан, которые являются ветеранами боевых действий на территории других государств. Это 1 миллион 120 тысяч и 1 миллион 120 тысяч для граждан, которые состоят на очереди нуждающихся. Все лето в Гомельской области побудуют амаль 400 тысяч квадратных метров жилья. За их усягу 20% – поддерж заказы и за кошт бюджету. Остатние – за властные сродки громадян. В уголе льготное кредитование жилья в Беларуси могут заменить кредитованием на рыночных умовах с далейшей адресной подтримкой. Например, человек отрымливая на будовництво квартиры коммерциальный кредит. Потом держава выделяет субсидию. Докладный механизм еще находится на стаде распроцовки. Рассматривается в правительстве вопрос о том, чтобы гражданам этим выделялись субсидии на погашение части процентов за нельготные кредиты. По сути, если процент 25%, а в указе под 5%, то примерно на 20% государство субсидиями будет погашать человеку эти проценты. Могчим и таким шляхом можно будет одновить кредитование будовництва приватных домов. Як вядомые, льготные кредиты на ГЭТ перестали выдавать еще два года тому. Причина – отсутность у державы финансовой могчимости. Многие люди, которые успели побудовать необходимые для выделения льготного кредита 15%, вымешены были заморозить будовули. Марина Джалая, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Первый открытый конкурс «Гомельский сувенир» обвешанный в регионе. Организаторы шукают рамесников и майстров декоративно-прикладной творчести, готовых представить на суд журы свои работы. Прием заявок завершится 25 лютого. А до этого в рамках конкурса пройдет широк тематичных мероприемств. Один из семинаров отбылся в филиале Ветковского музея. Организаторами выступили Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты, Ветковский музей старообразництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова, а так само региональный ресурсный центр по развитию додатковой адукации дорослых. Подчас семинару разглядались особенности выработки регионального сувенира, его брендирование и перспективы развития сувенирной вытворчести у Гомельской области. Отдельникам рассказали и продемонстрировали на практице головные правила, которые необходимо уличить при выработке туристического сувенира. Наиболее характерно это на свой сувенир изготавливаем. Всегда нужно посмотреть глазами иностранного туриста, глазами чужого человека, а не собственного. О том, что он должен быть в бюджетном исполнении и куплен был обычным массовым потребителем. О том, что он должен иметь размеры какие-то определенные, потому что это транспортировка, это визуальное восприятие. О том, что в обязательном порядке он должен иметь некий региональный колорит, акцент, связанный с культурологической основой, географической основой, историческими какими-то моментами. Главное, чтобы сувенир был на самом деле теплым, душевным, ручным и желался купиться. Рамесники и майстры, которые были на семинаре, подтвердили свое ожидание удельничать в первом открытом конкурсе «Гомельский сувенир». Нагадаем, отправить заявку можно до 25 лютого. Выники творческого спорства подведут в Саковику. Журы вызначают переможцев в четырех номинациях. Штык до немецкого карабина «Маузера» нашли мытники в рейсовом автобусе Николаю Гомель. Стародавний предмет, сприкладно вековой истории, выявлены у грамадянина Беларуси в пункте пропуску Новая Гута. Подчас проходжения мытного контроля высветлилось, что предмет не был задекларованный во установленном парадку. Экспертиза установила, что это штык до магазинного немецкого карабина «Маузера» у зору конца 2019-го, початку 2020-го стагодзев. Предмет, вырабленный заводским способом, изъявляется холодной зброей. В соответствии с статьей 8, закон Республики Беларусь об оружии, на территории Республики Беларусь запрещается оборот холодного оружия и ножей. По данному материалу был составлен протокол по части 1 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений. И для рассмотрения был направлен в суд центрального района города Гомель. Санкция статьи предусматривает от 5 до 30 базовых величин с конфискацией или без конфискации данного предмета. Подобные вещи гомельские мытники затримливают не часто. Так, в минулом году было только 4 такие факты. Сярод предметов, монеты, образ и Библия конца 2019-го, початку 2020-го стагодзев. Один з найбуйнейших онлайн-магазинов света, Алиэкспресс, напередать не змянил правила доставки товаров у Беларусь, Украину и Россию. Такая информация размешана в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Послуга эконом-доставки станет недоступной для товаров коштом больше за 2 доллара, які накеровываются в Беларусь. Гэта ж послуга перестанет денежать для покупников з России и Украины, паза залежности от кошту. Присвоение трек-нуморо для таких товаров станет обовязковым. Пик захворывания на гриппы в острой респираторной инфекции на Гомельшине пройдены. За опошний тыдень не зафиксовано новых выпадков гриппу. У целым захворывание трымается на одном узровне опошние 10 зен. Прогнозы медиков оправдываются. Дякуючи иммунизации больше, як 40% насильництва в области, эпидемичная ситуация мая спокойный характер. По словах специалиста областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, у дальнейшему зровень захворывания будет знижаться. Нагадаемося госпошадку сезона на грипп перохворели 42 жихары в области. Зараз усе выпадки анализуются. Мониторинг дозволить вызначить эффективность вакцинации и отримать информацию для распроцовки вакцин на наступный сезон. У Гомеля была Утотранс проведя сегодня первый одиный день пассажира. У головным офисе и во усих филиалах предприемства будут спрацовать горячая телефонная линия. У Гомеля можно будет потелефоновать с 14 до 17 годин по номеру 21-72-44. Как отзначили, у Гомеля была Утотранс одиный день проводят для того, как больше оперативно реаговать на зауваги пассажиров. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.severgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин